Итак, в этом видео, в Африкат МКЕ, мы рассмотрим панель визуализации результатов. Так вот наши результаты. Переключая радиокнопки, мы можем визуализировать перемещение для трёх направлений, литые прочности по мизису, главные растягивающие напряжения, вот они, плавные сжимающие напряжения и критерии прочности треска. Также в зависимости от типа расчётов, могут быть активные радиокнопки для результатов нелинейного расчёта, термодинамического расчёта и для расчёта течения жидкости и газов. При переключении радиокнопок в этих текстовых полях записываются максимальные и минимальные значения или перемещений или напряжений. Назначив коэффициенты масштабирования, поставив птичку и двигая ползунок, мы можем визуализировать форму деформации. Нажав кнопку гистограмма, мы видим график с распределением напряжений или перемещений по количеству конечных элементов. При помощи гистограммы с напряжениями можно проанализировать несущую способность сечения, а также качество сетки конечных элементов. Как видим на этом графике, большая часть элементов не догружена, значит сечение не оптимально и материал используется нерационально. Также у нас есть некоторое количество перегруженных элементов. Если бы у нас здесь был пик, то это означало бы, что несущие способность сечения недостаточно. Здесь же их совсем немного. А именно у нас всего 4 перегруженных элемента. Также на графике имеется достаточно большой разрыв. Это свидетельствует о том, что, скорее всего, эти 4 конечных элемента являются вырожденными. И напряжение в них при анализе результатов либо можно не учитывать, или же необходимо оптимизировать сетку конечных элементов, например, изменив ее плотность. Помимо результатов, которые мы визуализируем при помощи радиокнопок, панель результатов может еще визуализировать дополнительную информацию при помощи вот этого текстового поля. Форма данных, которые вводятся в текстовое поле, можно увидеть вот в этой вот подсказке. При этом перемещения у нас будут здесь записываться в миллиметрах, а напряжение в мегапаскалях. Мы видим, например, напряжение по мизису. Это у нас ВМ. Запишем текстовое поле ВМ и нажмем посчитать и вывести. И вот у нас отобразились напряжения по мизису. Значение у нас в мегапаскалях. Оно тоже, что и было бы, если бы мы выбрали радиокнопку. Здесь у нас килопаскали вывелись. В этом случае у нас мегапаскали. Текстовое поле также поддерживает простые арифметические действия, такие как сложение, вычитание, умножение и деление. Например, мы хотим вывести напряжение с учетом коэффициента надежности. Возьмем главные растягивающие напряжения и умножим их, например, на 1 и 2. Просчитать и вывести. Вот у нас главные растягивающие напряжения с учетом коэффициента надежности 1 и 2. Таким же образом мы можем получить проекцию напряжений на нужную нам плоскость. Компоненты напряжений вдоль Х Y и Z представлены для глобальной системы координат. Допустим, мы хотим получить проекцию напряжений на ось, повернутую под 45 градусов в глобальной системе координат. Для этого в текстовую поле вводим вот эту формулу. Где у нас компоненты напряжений вдоль Х, компоненты напряжений вдоль Y и косинусы углов. В данном случае для угла 45 градусов. мы получили проекцию напряжений на ось под углом 45 градусов к глобальной системе координат. Последняя вычисленная в строке формула запоминается и становится доступна в фильтре результатов. Добавим фильтр результатов и в выпадающем в списке поле нам становится доступно пользовательское значение. На этом все. Дякую за увагу.